Реализация регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» идет полным ходом. Так, по проекту отремонтирована Садовская средняя общеобразовательная школа номер один. Отреставрированный фасад, мягкие диваны и теплый переход – все это не может не радовать глаз. Продолжит моя коллега Алтана Кононова. Садовская средняя школа берет начало с 1879 года. С тех пор многое изменилось. Построен новый корпус, выпущено не одно поколение учеников. Сейчас это красивое и уютное здание, куда с удовольствием ходят и учителя, и ученики. Мы создали условия для детей более улучшенно, поскольку здания были разрознены. Было основное здание, было здание столовая, было здание спортзала. Теперь это комплекс. Соединили все эти три здания теплым переходом. Теперь дети у нас все условия имеют для того, чтобы в зимний период времени не выходить на улицу, а переходить вот по зданию свободно в спортзал. Кроме того, столовая, которая не соответствовала современным условиям, теперь мы ее перенесли на первый этаж. И теперь это современная столовая со всем оборудованием, которое мы получили в рамках капитального ремонта. И понятно, что, конечно, радует детей, педагогов. По словам директора Галины Бойко, это первая реновация с момента постройки здания. Помимо ремонтных работ обновлено оборудование. Так приобретены новые парты, стулья, ожидается доставка спортивного инвентаря и интерактивных досок. Капитальный ремонт действительно принес довольно большое количество положительных эмоций. И связано это в основном с тем, что у нас очень сильно увеличилась материальная база. Даже элементарные у нас новые микроскопы, появятся новые оборудования, реактивы химические. Я, например, никогда не думал, что буду работать с такой довольно хорошей доской. Можно просто стилусом написать, показать детям все, что угодно, опыты провести и так далее. Мы очень рады материально-техническому обеспечению школы, так как к нам еще приходит новое оборудование. Еще не все пришло, но мы в ожидании нового оборудования. Очень рады тому, что у нас теперь появился автомат. Теперь мы можем детям показывать. Уже ввели с этого года начальную военную подготовку. Вот есть у нас оборудование для проведения данных, скажем, внеурочных занятий и уроков. Классы преобразились, стали светлее и просторнее. Новые окна и двери обеспечат хорошую звукоизоляцию. Помимо этого, как отмечают сами обучающиеся, стало намного комфортнее. В этом году мы, 1 сентября, мы вошли в новую отремонтированную школу. Нам сделали теплый переход в спортзал, новую столовую. Мне очень приятно учиться в такой красивой, удобной школе. Кабинеты сделали красивыми. Сама школа теперь выглядит красиво и удобно. Я очень рада, что наша школа очень изменилась. И в такое здание хочется ходить намного больше, чем в прошлое. Стало комфортно учиться, больше удобств появилось, и стимул к знаниям. Появилась база отдыха, зона отдыха, где можно отдохнуть, провести перемену. Очень стало комфортно приходить в столовую. Раньше, чтобы прийти в столовую, нам нужно было выйти на улицу, надеть куртку. А сейчас просто наша столовая находится в школе. Наша столовая стала очень красивой. Хочется творить, хочется действительно отдать всю душу. Мы и так, конечно, отдаем всю душу детям. Но здесь хочется так же обновиться, как школа, с новыми технологиями, методами работать. Стало приятно работать на самом деле. Условия, созданные в школе, будут способствовать гармоничному развитию детей. Ведь именно там ребенок, который взрослеет, становится личностью и гражданином, проводит каждый день. И главная задача, чтобы он получал знания и формировал цели в современном образовательном пространстве. Алтана Конова, Борис Санжураев, информационная программа «День республики», Сарапинский район.